Тема лекции «Промышленная технология лекарств. Предметы и задачи». Фармацевтическая технология – это теоретические основы и совокупность приемов и метод обработки, приготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материалов или полуфабрикатов, осуществляемых в процессе производства лекарственных препаратов. Научная технология лекарств – это научная и учебная дисциплина, еще производственная отрасль. Задачи фармацевтической технологии – разработка теоретических обоснований существующих методов изготовления и производства лекарственных препаратов, совершенствование и оптимизация способов изготовления и производства лекарственных препаратов, создание новых препаратов на основании использования современных достижений смежных наук. Следующая задача – это создание таких лекарственных форм, в которых максимально проявляется лечебный эффект, минимальные побочные действия и которые удобны при использовании больными. То есть самое главное здесь – удобство и качество и безопасность лекарственных препаратов. Следующая – это технология лекарственных форм, это наука о теоретических основах и производственных процессах переработки лекарственных средств, лекарственные препараты путем придания им определенной лекарственной формы. Общая фармацевтика что означает? Фармацевтика – это область знания и практическая деятельность в интересах промышленного, массового и экономически совершенного производства лекарственных средств и субстанций. Производство лекарственных средств – это деятельность по производству лекарственных средств организациями, производителями лекарственных средств на одной стадии, нескольких или всех стадиях технологического процесса, а также по хранению и реализации производственных лекарственных средств. Что такое серия? Серия – это количество лекарственного средства, произведенное в результате одного технологического цикла его производителем. Основными требованиями к серии является ее однородность. Производство. Производственную реализацию и транспортирование готовой продукции. Немножко мы будем останавливаться на терминологию, которая встречается по фармацевтической технологии. Лекарственные средства. Что такое лекарственные средства? Лекарственные средства – это вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики, за исключением веществ или их комбинации, не контактирующих с организмом человека или животного. Лечение заболеваний, реабилитации, для сохранения предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, ткани организма человека или животного, растений, минералов, методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты. Что такое фармацевтическая субстанция? Фармацевтическая субстанция – это лекарственные средства в виде действующих веществ биологического, биотехнологического, минерального и химического происхождения, обладающие фармакологической активностью, предназначенные для производства, изготовления лекарственных препаратов и определяющих их эффективность. Фармацевтическая субстанция – это лекарственные средства вещества, используемые в процессе производства, изготовления лекарственных препаратов для придания им необходимых физико-химических свойств. Следующий термин – это лекарственная форма. Состояние лекарственного препарата, соответствующие способам его ведения и применения и обеспечивающие достижение необходимого лечебного эффекта. Лекарственные препараты – лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения и предотвращения и прерывания беременности. Качество лекарственных средств – соответствие лекарственного средства требованием фармакопейной статьи, либо в случае ее отсутствия нормативной документации или нормативного документа. Самый важный термин у нас еще – безопасность лекарственных средств. Следующий термин – это безопасность лекарственных средств. Это означает характеристика лекарственных средств, основанные на сравнительном анализе их эффективности и оценке риска причинения вреда здоровью человека. Следующее – это эффективность лекарственных средств. Эффективность лекарственных средств – это характеристика степени положительного влияния лекарственного препарата на течение и продолжительность заболевания или его предотвращения, реабилитацию на сохранение и предотвращение или прерывание беременности. Нормативный документ – это содержащий перечень определяемых по результатам соответствующих экспертиз показателей качества и методов контроля качества лекарственной формы. То есть по нормативному документу мы определяем качество лекарственных препаратов. Что такое оригинальные лекарственные средства? Оригинальные лекарственные средства – это лекарственные средства, содержащие впервые полученную фармацевтическую субстанцию или его комбинацию фармацевтических субстанций, эффективность и безопасность, которых подтверждены результатом неклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов. Вместе с оригинальным лекарственным средством существует термин «воспроизведенные лекарственные средства». Что это такое? Это лекарственные средства, содержащие такую же фармацевтическую субстанцию или комбинацию таких же фармацевтических субстанций в такой же лекарственной форме, что и оригинальные лекарственные средства. И поступившие в обращение после поступления в обращение оригинального лекарственного средства. То есть первые выпускаются оригинальные средства, затем через… выпускаются первые, конечно, оригинальные лекарственные средства, воспроизведенные или женерик препарат содержат тоже такое же действующее вещество и вспомогательные вещества. То есть может быть поменены где-то технология, где-то заменены вспомогательные вещества. Следующие – это фармацевтические субстанции, лекарственные средства в виде действующих веществ, биологического, биотехнологического, минерального или химического происхождения, обладающие фармакологической активностью, предназначенные для производства, изготовления лекарственных препаратов и определяющих. Есть такой термин – патентованные лекарственные средства. Это лекарственные средства, которые право на производство и продажу охраняются патентованным законодательством республики. Следующая – это классификация лекарственной формы. Лекарственные формы делятся – это первого поколения, второго поколения, третьего и четвертого поколения. Первое поколение включают, конечно, традиционные лекарственные формы. Второе поколение – это пролонгированные формы. Третье поколение – формы с контролируемым высвобождением. И третье поколение – это система доставки. Лекарственные формы делятся по агрегатному состоянию следующим образом. Следующая классификация – это по агрегатному состоянию. Газобразные, жидкие, мягкие, твердые, композитные и вариативные. К газобразным относятся аэрозоли, газы медицинские, дымы, пары летучих веществ и пены. А жидкие лекарственные формы – это капли, микстуры, настои, настойки, отвары, растворы, сиропы, соки, суспензии, эликсиры и эмульсии. Следующие – это мягкие лекарственные формы – гели, кремы, релинементы, мази, масла различные, ападальдоки, пасты, пастилки, пилюли, суппозитории. Твердые лекарственные формы – это брикеты, гранулы, губки лечебные, дрожжи, карамель, капсулы, карандаши лекарственные, липосомы, микрокапсулы, микросферы и филеты. Композитные – это горчичники, бинты, повязки, салфетки лекарственные, тампоны. И следующие вариативные – это мыла медицинские, пластыри, системы терапевтические и экстракты. Следующие – это по применению. По применению лекарственные формы делятся на энтеральные и параэнтеральные. То есть энтеральные – это через желудочно-кишечный тракт, а параэнтеральные – это пара по латинскому «вне» или «около», то есть «вне» желудочно-кишечного тракта. К энтеральным относятся это доденальные, оральные, пероральные и ректальные. А параэнтеральные – остальные все лекарственные формы относятся к параэнтеральным. Вот по слайду видно здесь – вагинальные, внутрикожные, внутрикостные, внутримышечные – это все инъекционные лекарственные формы. Затем наружные – это дермальные, интраназальные, уретральные, ушные и другие. Так, следующее – это для приема внутрилекарственные формы, для электрофореза, для перитонального диализа, аппликационные. То есть здесь вот, смотрите, аппликационные делятся на глазные, ушные, назальные, уретральные, вагинальные и дермальные. Так, есть еще имплантные, ингаляционные, инъекционные, инфузионные. Лекарственные формы еще делятся по применению, по способу применения. Для приема внутр, для электрофореза, для перитонального диализа, для аппликационные. Аппликационные, может быть, это глазные, ушные, назальные, уретральные, вагинальные, дермальные. Имплантационные, ингаляционные, инъекционные, инфузионные. Лекарственные формы еще делятся по применению, по способу применения. Для приема внутрь, для электрофореза, для перитонального диализа, для аппликации. Это глазные, ушные, назальные, уретральные, вагинальные, дермальные. Имплантационные, ингаляционные и инъекционные, инфузионные. Лекарственные формы, это второго поколения. Лекарственные формы контролируемы высвобождением. Лекарственные формы есть контролируемым высвобождением и лекарственные формы пролонгированные. Так, капсулы контролируемым высвобождением, системы терапевтические, таблетки есть, отсроченные высвобождения, периодическое высвобождение с неравномерным, равномерным продленными высвобождениями, это ретард таблетки, депо таблетки. Лекарственные формы с модифицированным высвобождением, то есть три группы здесь, лекарственные формы с модифицированной скоростью поступления действия, лекарственные формы модифицированы выраженностью действия и лекарственные формы модифицированы продолжительностью действия. Примеры приведены в таблице. Следующее теперь это по лекарственным формам. Порошки первые. Порошки делятся по составу, по способу введения, по характеру дозирования и по дисперсности. По составу простые и сложные. Простые имеют в составе одного лекарственного вещества, а если сложные, это несколько, может быть, два или более лекарственных веществ. А по способу введения это пероральные инъекционные присыпки, инъекционные это стерильные лекарственные порошки. Следующее по характеру дозирования. По характеру дозирования это раздельные или нераздельные. Нераздельные в основном это наружные лекарственные формы. Следующее это по дисперсности. Дисперсности это крупные, среднекрупные, мелкие, среднемелкие, мельчайшие и наимельчайшие. Порошки по готовности к применению. Готовые лекарственные формы бывают и полуфабрикаты. Затем полуфабрикаты это леофилизаты, тритурации для инфузии, для инъекций, для ванн, шипучей, для растворов, для других лекарственных форм. По дисперсности мы сказали, это крупные, средние, средние, мелкие, мелкие, мельчайшие и наимельчайшие. По разделению доз бывают еще раздельные одноразовые, то есть как смекта, например, это в пакетиках разные на один прием. По составу сложные, простые, по другим признакам это ветеринарные, дентальные, то есть это по способу применения. Еще вот на слайде по фасетной классификации порошков, то есть здесь вы можете увидеть то, что мы ранее сказали, это по другим признакам. По другим признакам это по применению, ветеринарные, дентальные, детские, для вдувания или другие. Следующая лекарственная форма это у нас растворы. Растворы по виду растворителя, по способу введения, по пути введения делятся. И по типу дисперсной системы и по другим признакам. По виду растворителя это водные, неводные растворы. Неводные растворы это спиртовые, масляные или глицериновые или другие органические растворители. По способу введения это для гемодиализа, для приема внутрь, ингаляционные, или это для перитонального диализа, или инфузионные, инсталляционные, инъекционные, аппликационные. А по пути введения это пероральные, глазные, назальные, то есть по применению, вагинальные, внутримышечные, внутривенные, внутрисосудистые или артеральные и другие. По типу дисперсной системы это истинные растворы, растворы ВМС и коллоидные растворы. По другим признакам это гомеопатические, изотонические, гипотонические или гипертонические, модифицированные воспреждения может быть, фасетные классификации. У нас экстракционные. Это большая группа лекарственных форм экстракционные. Экстракционные препараты бывают, формы бывают это суммарные или максимально очищенные. Суммарные это настои, отвары, настойки, экстракты, соки. Максимально очищенные это новогаленовые препараты или лекарственные препараты, органопрепараты. Лекарственные формы органопрепаратов. Там новогаленовые, максимально очищенные экстракты может применяться даже для инъекций. А фитопрепараты еще, индивидуальных веществ может быть. А лекарственные препараты – это органопрепараты, это максимально очищенные лекарственные экстракты для инъекции или органопрепараты индивидуальных веществ. Препараты из свежего растительного сырья, что мы здесь получаем? Это соки или извлечения? Препараты из свежего растительного сырья – это соки или извлечения? Соки бывают сгущенные, сухие или натуральные. Извлечения – это настойки и экстракты. Возможно, есть еще комбинированные системы. Следующие – это у нас суппозитории. Суппозитории по пути ведения, по технологическим признакам и по другим признакам. По технологическим признакам, по конструкции и способу применения делятся и по суппозиторной основе делятся. По суппозиторной основе у нас гидрофильные, гидрофобные, гомогенные, суспензионные. А по конструкции – это ломеопатические, леофилизированные, таблетированные, покрытые, двуслойные, многослойные или магнитные. А по применению, по пути ведения. А по пути ведения – это вагинальные, ректальные, уритральные, ушные. А вагинальные бывают еще по геометрической фигуре – это глобули, овули, писари. Суспензии. Суспензии бывают по пути ведения, по виду применения, по способу ведения. И по технологическому признаку, по другим признакам. Самые важные для технологов – это, конечно, по технологическому признаку – липосомальные, масляные, микрокристаллические и микроионизированные. Следующая лекарственная форма – это эмульсии. По исходному сырью – это семенные, масляные. Семенные, например, из семена льны или тыквы получают, а масляные экстракты с добавлением различных масла растительные. По пути ведения – это внутривенные, внутримышечные, назальные, пероральные. По способу ведения – аппликационные, ингаляционные, инфузионные, инъекционные. И по другим признакам – это детские, липосомальные, многофазные, санитарно-гигиенические, субмикронные и эмульсии для добавления к инфузионным растворам. Следующие – это линементы. Линементы – это разновидности мази. По типу дисперсной системы – это растворы линементы, суспензионные, эмульсионные. По технологическому признаку – жирные аппадальдоки, то есть по основам делятся. И по другим признакам – это гомеопатические и трансдермальные. Мази – это большая группа лекарственной формы. По типу дисперсной системы – это гомогенные. Гомогенные – это сплавы и растворы. Мазь – сплав, есть и мазь – раствор. То есть когда сплав, мы сплавляем все компоненты, а когда растворы, то есть в основе растворяем лекарственные вещества. Например, как камфорная мазь. Гетерогенные – это суспензионные, эмульсионные и комбинированные. Собственные мази – это по консистенции. Собственные мази – крема, линементы и пасты. Третье – это по пути ведения. Глазные, ушные, назальные, ректальные или комбинированные ведения. Следующее – по месту высвобождения. Поверхностные, проникающие и трансдермальные. Следующее – это по характеру высвобождения. Обычные или модифицированные высвобождения. По кратности применения – однократные, многократные. Крема – следующие. Крема – собственные и кремообразные формы. Кремоиды. Они делятся по типу эмульсии, по пути ведения и по другим признакам. Следующее – это гели. Гели тоже относятся к мазям. По типу дисперсной среды, по типу ведения, по способу ведения и по другим признакам делятся. Самые важные для технолога – это по типу дисперсной среды гидрофильные и гидрофобные. Гидрофильные – это на основе гидрофильных веществ и гидрофобные – это жирные основы. Следующие – экстракционные препараты. Мы говорили суммарные и максимально очищенные. Капли. Капли бывают назальные, глазные, пероральные, ушные, сублингвальные и с комбинированным путем ведения. Аэрозоли – это газобразные лекарственные вещества по цели применения, по способу ведения, по агрегатному состоянию, по типу КРС, по размеру частиц и по типу пропеллента. Лекарственные формы четвертого поколения – это системы доставки. Система доставки по избирательности доставки, по разным признакам доставки. По избирательности доставки – это первое поколение, второе поколение, третье поколение. Первое поколение – это микрокапсулы, микросферы, а второе поколение – липосомы, нанокапсулы, наносферы и эритроцитарные контейнеры. А следующее, третье поколение – это многоканальные антитела и гликопротеиды. А по разным признакам – это системы терапевтические и системы твердые дисперсные. Системы терапевтические, какие бывают? Это по принципу работы, по материалу и по месту применения делится. Например, по принципу работы – физические, химические и биоинженерные. Есть еще лекарственные формы, устройства, которые внутриматочные. Внутриматочные первого поколения, второго поколения и третьего поколения. Здесь в основном, конечно, это Т-образные терапевтические системы, может быть, Т-образные или С-образные устройства с добавлением меди или серебра, или инертные С-образные устройства из полиэтилена. Следующее – это трансдермальные системы. Трансдермальные системы сейчас тоже популярны. Это мембранные, матричные, градиентные и микрорезервуарные. Немалую важную роль играют, конечно, вспомогательные вещества технологий лекарственных форм. Это вот формообразователи, стабилизаторы, корригенты, прогаторы, красители, загустители, пластификаторы, солюбилизаторы и вещества для таблетирования. Следующий раздел лекции – это организация производства лекарственных средств. В основном, конечно, производство лекарственных средств организовывается по цеховому принципу. Цеховой принцип. Цех – это что такое? Цех – это основное производственное подразделение, предназначенное для выполнения однородных процессов или выпуска однотипной продукции. Однотипная продукция, например, ампулированные или таблетированные лекарственные формы или капсулированные. В цехе, конечно, есть подразделение. Это основная производственная площадка. Это изготовление основной продукции. Затем идет обслуживание основных цехов вспомогательные и изготовление основной продукции. Следующий – это у нас технологический процесс. Что включает в себе технологический процесс? Технологический процесс – это научно обоснованные, целенаправленные и регламентированные действия, необходимые для получения готового продукта. Технологический процесс делится на стадии. Стадия – это совокупность технологических операций, производящих к получению промежуточного продукта полуфабриката. После стадии – это стадии делятся на операции. Часть технологического процесса связаны с обслуживанием одного из основных видов оборудования. При получении лекарственных форм, конечно, основное большое внимание уделяется на биофармацевтические исследования. То есть лекарственные средства, когда мы получаем высвобождение лекарственного вещества из лекарственной формы, то есть здесь полнота и скорость высвобождения имеют большую роль по получению лекарственных препаратов. Поэтому мы должны изучить термин биофармацию и какие есть исследования биофармацевтические. Что такое биофармация? Биофармация – это раздел фармацевтической наукой, предметом исследований, который является обширная область взаимоотношения между физико-химическими свойствами лекарственных веществ, самих лекарственных форм и терапевтическим действиям, которые оно оказывает. Немаловажную роль играет, конечно, при получении лекарственных средств биофармация. Что такое биофармация? Биофармация – это раздел науки, предметом исследования, который является обширная область взаимоотношения между физико-химическими свойствами лекарственных веществ, самих лекарственных форм и терапевтическим действиям, которые она оказывает. Биофармация – это теоретическая основа фармацевтической технологии. Что изучает биофармация? Биофармация изучает влияние фармацевтических факторов на полноту и скорость высвобождения лекарственных веществ из лекарственной формы. Это какие фармацевтические факторы? Первое – это дисперсность. Второе – физико-химическая природа лекарственных веществ, технология изготовления. Это какие фармацевтические факторы? Первое – это дисперсность, физико-химическая природа лекарственных веществ, технология изготовления, вспомогательные вещества и сама лекарственная форма. Один из факторов, влияющих на полноту и скорость высвобождения лекарственных веществ из лекарственной формы, это дисперсность. Либо грубодисперсные, или это мелкодисперсные. Здесь, конечно, быстрее высвобождается мелкодисперсные и полнота высвобождения мелкодисперсных. Следующий фактор – это физико-химическое состояние лекарственных веществ. Это может быть солеобразование, полиморфизм и другие. Например, солеобразование, здесь различная растворимость может быть или изменение электролитного баланса. Например, эритромицин. Сам эритромицин – это основание, а эритромицинопропионат – это будет у нас соль. Поэтому эритромицин основания растворяется медленно и высасывается медленно, высвобождается медленно. А эритромицин пропионат – это как соль, поэтому растворяется быстрее и высвобождается. И полнота высвобождения, конечно, будет намного выше, чем сам эритромицин основания. Полиморфизм. Различная растворимость, температура плавления и стойкость к окислению. Например, ацетилсалициловая кислота, рибофлавин. Где-то 30-60% сульфаниламидов, 70% барбитуратов полиморфные. Они, то есть, образуют полиморфы и температура плавления или их растворимость может меняться от вида полиморфизма. Полиморфизм – это что такое? Способность химического вещества образовывают в различных условиях кристаллизации кристаллы, отличающиеся друг от друга классом симметрии или формы физическими, а иногда и химическими свойствами. То есть, здесь различные кристаллы, например, если кристаллы образуются различные геометрические фигуры, это тоже влияет на полноту высвобождения и на скорость высвобождения лекарственных веществ из лекарственной формы. Следующий фактор – это технология. Технология здесь – леофилизация, способ и режим сушки, режим кристаллизации, способ и режим грануляции, давление приставания, режим нанесения оболочки. Это все влияет на высвобождение лекарственных веществ из формы. Например, сейчас способ нанесения покрытой оболочкой. Есть способы различные, например, пленочное покрытие или дрожжирование покрытия. Различные влияют на высвобождение лекарственных веществ из формы. Следующий – это вспомогательные вещества. Вспомогательные вещества, различные лекарственные формы, для получения лекарственной формы мы используем различные вспомогательные вещества. Вот эти вспомогательные вещества, например, мазь. Если мази на вазелиновой основе, или мази – это будет на эмульсионной основе, или на гидрофильной основе, то есть где быстрее высвобождается лекарственное вещество. Конечно, это эмульсионная основа, или это гидрофильная основа. А где вазелиновая основа, здесь, конечно, вазелин препятствует на высвобождение лекарственных веществ из лекарственной формы. Следующая – это лекарственная форма. Так, способ введения лекарственных веществ, скорость действия лекарственных веществ, то есть от пути введения меняется скорость действия лекарственных веществ. Действие лекарственного вещества при введении, При внутривенном, конечно, 1-2 минуты, а ректальном 7 минут, а при пероральном введении 30-40 минут. Биодоступность лекарственных веществ исследует методом инвитро. Это ассорбционные, диализные и разделительные. Ассорбционные для любых лекарственных форм, то есть здесь мы определяем скорость диффузии. А диализные – это в основном для мягких и твердых лекарственных форм. Скорость воспреждения из лекарственных веществ, из лекарственной формы и его диализ через полупроницаемую мембрану. То есть здесь можно говорить прибор Крувчинского для определения полной деформации суппозиториев. Разделительный способ – это скорость растворения. Вращающая корзина – лопастная мешалка. Следующее – это инвива. Инвива на животных и на добровольцах. То есть доклинические исследования на лабораторных животных исследуется, а если это будет на добровольцах, конечно, это клиническое исследование. Оценка биоэквивалентности. Здесь есть термин биоэквивалентность. Это обоснованные заключения о качестве, эффективности и безопасности сравниваемых препаратов на основании меньшего объема первичной информации и в более сжатые сроки, чем при проведении клинических испытаний. Особенности исследования биоэквивалентности. То есть нетерапевтические исследования. Субъекты исследования – это здоровые добровольцы или объекты исследования – генерические препараты. То есть оценка биоэквивалентности лекарственных препаратов – это основной вид медико-биологического контроля качества препаратов, принятого для стран европейского сообщества, США и других. Спасибо за внимание.